О диагнозе своей дочери Елизаветы, мама Татьяны Ермак, узнала еще в роддоме, после УЗИ головного мозга ребенка. Лечь идет о детском церебральном параличе, который отобрал у Лизы полноценное детство. Вместо этого, чуждая операции, дорогостоящие лечение в клиниках страны и за рубежом и непрекращающаяся борьба. Борьба за скоротечную улыбку или миг радости. Несмотря на тяжелый диагноз, Татьяна не отчаивается. Улучшения есть и они продолжают появляться. А это значит, что, возможно, совсем скоро Лиза сделает свои первые шаги. В помощь – благотворительная поддержка неравнодушных людей, которая дает особенным деткам и родителям силы бороться дальше за полноценное детство своих детей. Мы очень рады, что нас зовут на такие мероприятия, что нас не забывают. Нашим детям вообще трудно влиться в среду, в атмосферу, где здоровые детки. И на таких мероприятиях мы видим, что мы не одиноки, и нам так легче. В канун Рождества Христова на благотворительном мероприятии собралось 30 детей с особенностями в развитии. В этот день каждый из них стал героем праздника. Смог рассказать любимые стихотворения, спеть песенку, а также поводить хороводы с зимними волшебниками – Дедом Морозом и Снегурочкой. Словом, стать участниками настоящего новогоднего представления. Кроме этого, у ребят была возможность проявить свои творческие способности. Сегодня моей бэби будет предоставлена программа музыкальная, развлекательная, и разрисовывание деток, и Дедушка Мороз, и Снегурочка. Все, как и всегда, по традиции, в новогодние праздники. Ну и самая главная наша цель, чтобы дети получили хорошее настроение и ушли отсюда, набравшись немножечко-немножечко какого-то, вместе с родителями, терпения, здоровья, положительных эмоций. Мы очень благодарны организаторам таких акций, потому что они приносят нашим детям праздник, какое-то ощущение Нового года, какое-то чудо. И нам, родителям, очень важно собираться, потому что мы общаемся друг с другом, обменяемся какими-то новостями, какими-то событиями, результатами наших деток. Ежегодно в традиционной акции, помимо основных организаторов Брестской областной организации Белорусского союза женщин и группы «Лагуна» Рынка Ковалева, принимают участие различные коммерческие фирмы и предприятия, предприниматели и меценаты города. Некоторые из них помогают на постоянной основе. Речь идет о руководстве ресторана «Ташкент», представители которого на протяжении трех лет помогают организовать сладкий стол для своих юных гостей. В этом году за благоу дело представителю заведения было вручено благодарственное письмо. Конечно, благотворительное мероприятие не обошлось без представителя духовенства. В этом году акцию посетила священнослужитель Свято-Христо-Рождественской церкви Отец Вадим, который поздравил всех с наступающим христианским праздником. Господь же сказал, помните, если такие слова, что голодного накормить, раздетого одеть, которые просят тебя на ночлег пустить. Это наше служение. В мире очень много зла, ненависти. И вот пускай это будет некая маленькая лепта для каждого из нас, для каждого христианина вложить свой дар. Вот пускай маленькая, самая маленькая, маленькая лепта для вот этих детей, которые, и для детей, и для семей, которые нуждаются. Каждый ребенок получил от организаторов и спонсоров акции «Сладкий сюрприз», а также пакет необходимых вещей. Однако главным подарком для участников торжества стали внимание и ощущение добра, которое однажды, попав в их сердце, без сомнения укрепит надежду и веру в чудо. Ведь, как говорится, милосердие начинается с собственной семьи, но не заканчивается на ней.